Это не путёвые заметки с Дмитрием Крыловым. Здравствуйте, друзья! Хочу нынче дать практический совет. Где лучше провести зимний отпуск? Так, чтобы и на горных лыжах покататься, и здоровье поправить, и ума разума набраться. Вот это всё вот сбытки, но за разумные деньги вам предложат Алтай и его знаменитая Белокулиха. Алтайский край. Едем по легендарному Чуйскому тракту, который два года назад авторитетный журнал National Geographic включил в десятку самых красивых дорог мира. Я вот на Алтае впервые. У каждого из нас свои ассоциации с краем. Мои – это Василий Макар Шукшин. Его фильмы «Живёт такой парень» и «Печки-лавочка», который, зная наизусть, как говорится, покадрово. Это алтайский губернатор Михаил Евдокимов, которого знала вся страна, и которого жители края выбрали главой администрации. Вот на этом повороте он погиб. Шофёры здесь притормаживают. Может, от того, что именно их шофёрская судьба и сделала Чуйский тракт легендарным. «Есть над чуей рекой уют дорога, Много ездят по ней шоферов, Был там самый отчаянный шофер, Звали Колька его Снегирёв». И в конце этой драматичной песни о несложившейся любви шофёров рая и Кольке такие слова. «А на память лихому шофёру тот, кто горя ни в чём не видал, На могилу положили фару, И от ама помятый штурвал». Памятник Кольке Снегирёву установлен на 744-м километре Чуйского тракта. Но это новый памятник, а старый находится в Бийске, в музее Чуйского тракта. Существует несколько музеев дорог, но, послушайте, ни одному конкретному хайвею в Штатах или автобану в Европе не посвящены музеи. Так что наш единственный в мире музей, посвящённый одной дороге. Идея создания музея принадлежала начальнику ДСУ-10 Юрию Никишину. Вот это та самая роль личности в истории. Не было бы в Бийске такого человека, не было бы и музея. И не стал бы музей живым, если бы люди не отдавали сюда подлинные вещи. Одежду, обувь, инструменты. Вот этот артефакт – тоже символ Чуйского тракта. Когда на строительстве автодороги понадобились квалифицированные работники, чекисты быстренько арестовали нужное количество специалистов. И вот они здесь. Были среди них и женщины. Вечная им всем память. В доавтомобильную эпоху наши купцы ездили по тракту в Монголию и далее в Китай на лошадиной тяге. Тогда существовало поверье, что если потереть пальцем гвозди на колесе от древней китайской телеги, то дорога будет удачной. Но на самом-то деле, но это между нами, это было делом техники безопасности. То есть таким образом купцы проверяли надежность колес. Дорога начиналась здесь, в Бийске, у исторического нулевого километра Чуйского тракта. Купцы отправлялись на юг, а нам с вами надо на север, в знаменитую Белокуриху. Белокуриха – это алтайский курорт с бальнеологическими санаториями. Одновременно принимают пять с половиной тысяч страждущих и жаждущих поправить здоровье, ну и просто отдохнуть. В год это получается более двухсот тысяч. Половина населения Белокурихи, а это семь с половиной тысяч, заняты в обслуживании болезных и веселых. Что привлекает эти сотни тысяч приезжих? Целебные термальные источники, целебный воздух и целебный климат. Первыми еще в стародавние времена о чудодейственной силе местной природы узнали змеи и женщины. Горячим радоновым источником приползали погреться гады, а рядом пристраивались бабы. Фемина, простите, но я всегда подозревал о некой мистической связи этих двух видов. Впрочем, как и у мужчин с козлами. В этом месте, конечно, надо было бы проиллюстрировать текст с кадром козла, но у меня его не оказалось. Так что заменил его на красавца-оленя с ветвистыми рогами, как символ мужчины. А рогами известно, кто их одаривает. Круглый год бабы стирали белье в теплой щелочной водице, купались вместе с детишками. И все потом удивились. Смотри-ка, руки ноги ныть перестали, и кожа как ошелковистая стала, а настроение, ну прям хоть пой. В 1867 году некий ученый по фамилии Гуляев, доброй ему памяти, написал в рапорте после исследования, что местная вода лечит кости, кожу и трепетание сердца. И вот после этого, как подорванное, Белокуриху потянулись калейки, хворы, ну и вообще всякие нервные люди. И все потом уезжали счастливыми, а спустя 50, а то и 70 лет, помирали совсем себе здоровыми. Во, какая чудодейственная наша Белокуриха. Я сам принял для ознакомления Ивану с эликсиром изморали их рогов, и спустя 15 минут почувствовал себя юным моралом. Теперь вот рога даже вроде пробиваются, но это побочный эффект, не знаю уж кого ей благодарить. Кстати, о любви. Вторую жизнь Белокурихи дала именно она. Началось все в 1963 году. Тогдашний министр среднего машиностроения, ну так шифровали, атомную промышленность. Товарищ Славский Ефим Павлович, оказавшись в этих краях, занемог, но, видать, застудил старую рану, полученную в гражданскую войну. И его уговорили заглянуть на горячие ключи Белокуриху. И вот тут-то старый буденовец получил новую рану и нанесла ее министру, лечившей его медсестра. В общем, он после этого зачастил сюда, и здесь стал строиться полноценный курорт. Вот что любовь-то сердешная делает со старичками. На сегодня у нас в Белокурихе 19 курортов и санаториев. Сюда такие звездные имена приезжают, что ваш Давос облизывается. Потому что здесь в одном кубическом сантиметре содержится 2400 легких аэроионов. Это главный лечебный компонент горного воздуха. А в швейцарском Давосе его в два раза меньше. У них этих аэроионов с гулькин нос всего-то 1 тысяча. И с водой такая же история. Французский академик Вуазен еще в 83-м году написал, «Термальные воды Белокурихе по целебным свойствам значительно превосходят лучшие курорты Европы». Но его же никто горячим утюгом не пытал. Сказал, что думал. Кстати, наш влюбчивый дедушка, министр Славский, благодаря термальным ваннам и горячей любви, дожил до 93-х лет. Ему даже памятник установили возле курорта. Сидит, ждет свою медсестру. Вот такая забытая мелодия для флейта. Хотя я бы поставил памятник и его музе. Ведь благодаря ей мы получили такой прекрасный курорт. К слову, «Белокуриха» создавалась как курорт мирового стандарта. Местная бальнеотерапия включает 27 видов процедур на минеральной и пресной воде. Одни впечатляются бассейном с минеральной водой, купаться в пузырьках, но это, конечно, несказанное блаженство. Другие, кто изнурен астмой или страдает гипертонией, отправляются в спелеу пещеры. Ну, а те, кого подводят ноги, садятся на подводный велотренажер. Усталым глазкам предлагают орошение. Ну, а тем Венером Милоским, вообразившим, что они родились в пене, делают массаж пеной. Люди высокой культуры, ну, то есть наши новориши, обожают слово «эксклюзивный» и «лакшери». Хотя они произносят его как «лакшери». Товарищи, тогда вам сюда. Эксклюзивней и лакшерея ничего более нет. Я имею в виду местный массаж. Тут вот какая история. Белокуриху должна была прилететь заграничная звезда. Ну, точнее, звездец, потому что это был он. Собрали совещание, ответ работников. Товарищи, чем будем удивлять звезду? Спросил собравшихся бойцов белых халатов главначпом зам медупр Алтайского края. И тут, значит, одна красная девица? Нет, красная не потому, что с красной мордой после бани, а потому что действительно очень красивая. Ну, я ее видел. А давайте сделаем ему массаж гречкой. Все белые халаты разохулись, мол, как это верно. Ведь ботаническая родина гречихи – это наша Южная Сибирь, то бишь Алтай. А у нас ростят самые лучшие гречихи, да и проверять не надо, все знают. Лучшие. Че говорить-то? В общем, когда знаменитый артист приехал, во время массажа этой самой нашей алтайской гречкой вдруг так оживился. И спрашивает у массажистки Маргариты, значит, сколько ей лет? Она ответила. Так он, бедненький, аж застонал с досадой. Мол, моему сынку по боли будет. Так теперь шлет Маргарите эсэмэски. А народ наш белокуринский в ожидании нового памятника в сквере, представляете, лежит звезда в бронзе, на массажном столе, мордочкой в прорезь, а бронзовая Маргарита его оглаживает гречей, нашей, алтайской. А ведь гречка спасла немало жизней. В годы войны Великой Отечественной. Именно гречкой от голода спасались эвакуированные беженцы из Москвы. В том числе и знаменитый столичный отписка Камерного театра Алиса Куонан, и режиссер Александр Таиров, писатель Константин Паустовский, который отметил белокуриху в своих рассказах и повестях. Так и город ответил ему благодарностью, назвав его именем улицу. И если в перерывах между процедурами и массажами вы выйдете на прогулку по белокурихе, то увидите, что в названиях ее улиц отражена вся славная и трагическая история нашей страны. Вот эта улочка, два дома, названа в честь эвакуированных сюда артековцев, убедившихся, что солнечные дни летом здесь столько же, сколько и в Крыму. А на этих склонах они собирали клубнику, тогда они были лысыми, да не пионеры, а склоны, потому что лес вырубали на нужды фронта, на топливо, на строительство. И вот после войны местный лесничий Николай Бреславский взялся за создание зеленого кольца вокруг белокурихи. Сосны и дубы высаживались и выращивались в течение 50 лет, и благодаря ему и другим подвижникам белокуриха снова город-сад, город-лес, одним словом, озоновый рай. Чудесно! А теперь Лебединое озеро. Да нет, не балет и не предвестие пуча, это действительно Лебединое озеро. В часе езды от белокурихи на краю села с оптимистичным названием Урожайное вальяжно разлеглось озеро Светлое, где зимуют лебеди-крикуны. Впервые они объявились на нем 50 лет назад, в 67-м году. Почему? По кочану, отвечает ученая. Может быть, устали во время перелета на зимовку, а потом смекнули. А зачем куда-то переться? Да не нужен нам берег Турецкий, Африка нам не нужна. Мы и здесь до весны перекантуемся. Таите, таите. Нас и здесь неплохо кормят. И еда какая-никакая есть, что подбрасывают заезжие гастролеры. Это они на меня намекают. В общем, они рассказали про чудо-озеро другим лебедям. Ну, те своим знакомым, и в результате на нынешнюю зимовку на озеро Светлое прилетело 817 лебедя... А нет, вот еще летят припозднившиеся. Теперь их уже 819. Неподалеку от лебединого озера живет народ-лебедь. Так переводят на русский название своей национальности кумандинцы. Это малочисленный народ, но очень умный и красивый. Ну, а такие всегда в меньшинстве. Ну, это, я думаю, вы и по себе знаете. Так вот, кумандинцы в Болтайском крае проживают чуть более, чем лебедей на Светлом. 1600. Словом, народ-лебедь. Своей птицей счастье считают лебедей и молодожены. Местная традиция из ЗАГСа прямо на озеро. В это же зимнее время и неженатые лебеди подыскивают себе подруг, создают пара. Одиноким, похоже, остается только один лебедь. Вот тот маленький, тундровый. Бог весь, как занесла его судьба к лебедям-кликунам. Но, похоже, мы совсем заморозили молодоженов. Оставим их в состоянии любви и радости и вернемся к Белокуриху. В местном СПА работает чемпион мира. Да-да, в номинации, которую попросту назовем «баночный массаж», наш мастер из Белокурики стал чемпионом мира. И его оздоровительные процедуры имеют бешеный успех. Дилетантов, просим не повторять, этот смертельный номер клиента может запросто затянуть в горшок, если он такой же тоненький, как согласившаяся сняться для нашей передачи в качестве модели порноульская журналистка Олеся. Шутка. После баночного массажа человек становится молодым и легким, человек летает, как во сне. Так что полетели в горы. Это еще один вид климатотерапии, общения с природой. Подъем на канатной дороге, кормление птиц, да, садятся прямо на ладонь. А вот церковка. Местные говорят «церковка». Ну и мы тогда будем так же говорить. Природный храм из каменных плит, а сверху укрепили крест. Вот и получилась церковка. А там, внизу, в Белокурихе, рукотворный храм. В честь святого великомученика Пантелеймона, целителей и заступника всех больных. Храм новый. А раньше и местные жители, и приезжие пациенты всегда ходили в Белокурихе в церковь, которая стояла на месте, где сейчас укреплен колокол. В 30-е годы храм разрушили, колокола увезли в переплавку, но один колокол с малиновым звоном люди успели спрятать. Да так закопали, что и сами потом найти не смогли. Это уж потом, после распада из церкви, когда в стране снова стали возводиться храмы, разыскали, значит, с одного старичка, что знал, где закопан колокол, и стали уговаривать открыть тайну. Мол, мы ведь хотим установить колокол на законное место, на новый храм. А пенсионер, янтод, ни в какую, говорит, было у нас пятеро, кто прятал колокол, и мы того-этого, значит, поклялись хранить тайну. Четверо-то уже того померли, а что я им скажу, когда встречусь, если тайну выдам, а? А вам надо ждать мелкий колокол, когда захочет, он это сам откроется. Вот и ждут теперь Белокурихе чудо. А пока на месте разрушенной церкви установили копию того колокола с малиновым звоном. Чай Акбар известен во многих странах мира благодаря букету изысканного вкуса и аромата. Отличный чай. Я пью только Акбар. И не потому, что рекламирую его, а потому, что нравится очень. Я много слышал и о красоте, и о привлекательности Алтая. И вот, наконец-то, сам в этом убедился. Надеюсь, что и вы разделили это мое восхищение. А летом здесь вообще идиллия. Ну, я надеюсь, это вместе с вами увидим. Любви вам, здоровья и красивых путешествий в новом году. До встречи. Пока. Ваш алтайский сказитель Д.К.